Мы с вами сегодня собрались для того, чтобы поговорить по поводу интересной очень тигмы питания для людей, которые занимаются спортом или занимаются фитнесом или имеют какую-то физическую активность. И я 32 года врачу, из них 18 лет занимаюсь нутрициологией профессионально. Вот решила с вами эту тему обсудить, потому что все более активно люди начинают заниматься своим физическим телом. И есть определенные каноны красоты. Вот сейчас мы с вами на этом слайде увидим, что, собственно говоря, каноны красоты, они были изобретены вовсе не в 20 и 21 веке. Еще древние римляне, вот как вы видите на вот этих вот скриншотах, да, со скульптур известных, вот с реконструкцией, вот, собственно говоря, были борцы, которые привлекали внимание публики. Были красивые женщины, амазонки, которые привлекали внимание публики. Да, и вот, ну, собственно говоря, фотографии Арнольда Шварценеггера и Джулии Робертс в роли красотки в одноименном фильме, вот они свидетельствуют, что примерно все повторяется через там 200 небольших тысячи лет. Поэтому, вот, собственно говоря, для чего это нужно было молодым людям, да, показать собственную силу, а девушкам показать собственную привлекательность, там, толку и талию, длинные ноги, там, выраженные формы, да, потому что это все имеет такую подоплеку, собственно говоря, продолжение рона. И вот, исходя из этого, ну, что только не делают люди для того, чтобы блестить экономной красоты. Вспомнила я накануне нашей с вами, вот, беседы, накануне этого вебинара о замечательном фильме с Жираром Дебардье. Вот на следующем слайде вы увидите, прям скриншоты из этого фильма, захотите, посмотрите, на что идут девушки, каким пищевым нагрузкам или, наоборот, лишением они себя подвергают, каким физическим нагрузкам они себя подвергают в спортзале. Видите, там, ультрафиолетом облучаются, вот, на последнем слайде, да, вот, интересные такие вещи, достаточно откровенно показанные. Вот, как это, на самом деле, происходит, и спасатели университета, и все такое. То есть, в принципе, все это было, есть, наверное, будет. Но вопрос в том, что же дальше будет после этого, потому что в моей вот врачебной, медицинской практике, я вам могу привести массу таких вот случаев, когда люди, занимаясь интенсивно спортом, интенсивно какие-то вещи делают для того, чтобы сделать свое тело, потом имели тяжелые нарушения обмена веществ. И не только потом, а даже вот и сейчас, 30 ноября, при явлениях нарастающей мозговой недостаточности мозгового кровообращения, умер 18-летний полузащитник одной из футбольных команд нашей страны. И об этом очень, вот, в последние дни писала пресса о том, что, вот, видите, вроде бы считается, что такие большие спортсмены, они должны быть очень здоровыми, а на самом деле люди не учитывают, что у них есть такие вот обменные нарушения. И самое печальное, что очень мало специалистов, которые следят за этим вопросом. Поэтому дело спасения утопающих, дело их рук. И давайте мы сами для себя решим прежде всего, и это мы увидим на следующем слайде, что у каждого из нас с вами свой есть индивидуальный адаптационный потенциал. И мы в предыдущем вебинаре, дней 9-10 тому назад, обсуждали эту тему, что есть люди с более высоким адаптационным потенциалом, с более низким адаптационным потенциалом. И вот там есть таблица, в которой приводится много-много показателей, свидетельствующих о том, как вот оценить адаптационный потенциал, используя там исследования ферментов, гормонов, показателей иммунитета, синтеза и разрушения клеток. И это достаточно серьезные такие вот исследования. Ну, есть гораздо более простые исследования, к которым многие из нас привыкли. И вы сейчас в чате поставите единички. Если вы пользовались вот этим прибором, РОФОС, для того, чтобы посмотреть, каково функционирование ваших 17 органов и систем, сердечно-сосудистый, нервный, опорно-двигательного аппарата, печени, почек, эндокринных желез. Вот если вы этим пользовались, то, пожалуйста, поставьте единички. Я это в чате увижу. Ну, пока среди присутствующих таких людей немного. И если у вас такие приборы есть, то я вам рекомендую, занимаясь физическими нагрузками, оценивать свои резервные возможности, потому что там можно оценить не только состояние органов и систем, но и резервные возможности этих органов и систем. И мы обычно с моими фитнес-тренерами, которые у меня есть в окружении, мы такие вещи делаем, оцениваем стартовые показатели, потом в процессе физических нагрузок, в конце рабочего дня, такого, да, на утро, на следующие сутки, если есть такая возможность, и периодически в течение тренировочного процесса контролируем, вот, насколько действительно адекватен этот тренировочный процесс, и не снижаем ли мы резервные возможности органов и систем. Если повышаем, то замечательно, классно, значит, все мы правильно делаем. И в плане питания, и в плане тренировок. Вот есть такой метод. И сейчас я вам покажу на следующем слайде тот расчет адаптационного потенциала для состояния сердечно-сосудистой системы, который, в принципе, должен был быть выполнен всеми специалистами. Вот, допустим, вы пришли в какой-то фитнес-центр, и обязательно при крупных фитнес-центрах есть врачи, которые, ну, требуют от вас справку о состоянии здоровья и должны оценить вообще, можете ли вы какие-то тренировки себе позволить, или что-то вам нужно исключить и дать вам рекомендации. И вашему тренеру спортивному, исходя из того, какой у вас вот со стороны сердечно-сосудистой системы адаптационный потенциал, потому что зачастую в фитнес-центрах это в основном кардионагрузки. Если вы пойдете в зал, где занимаются люди тяжелой атлетикой, да, там будут силовые нагрузки. А вот при кардионагрузках это вот незаменимый такой показатель, и вы видите вот в последней графе таблицы, что есть состояние адаптационного потенциала, при которых вообще не рекомендуется давать себе такие вот физические нагрузки больше, чем нежели ежедневная физическая активность. Если это ясно, поставьте, пожалуйста, двоечки в чате. Тогда мы с вами пойдем дальше. Ну, надо оговориться, что у нас с вами сегодня демо-версия вебинара, и полноценный мы такой большой вебинар с участием специалистов и тренеров проведем в начале января для тех людей, которые в этот закрытый вебинар попадут. В конце мы об этих условиях скажем. А сейчас вот такая вот демо-версия. Замечательно, что есть люди, которые быстро-быстро все усвоили, но если нет, я надеюсь, запись ведется, и вы можете снова послушать и вот посмотреть на эти показатели, на эти таблицы и даже вычислить свой собственный адаптационный потенциал, и тогда для вас станет ясно, что вы себе можете позволить, а чего нет. И вот сейчас мы с вами поговорим о причинах снижения адаптационного потенциала и причинах вот таких вот обменных нарушений. И на следующем слайде вы вот сейчас увидите, что прежде всего есть физиологические причины снижения адаптационного потенциала и отменных, вот буду говорить слово, метаболических нарушений. Это прежде всего возрастные изменения. И многие из вас, видя своих пожилых родственников, обращают внимание, что может быть уже там и фигура стала не та, и вот как-то со стороны позвоночника как-то вот уже там пожилые люди по-другому. Бывает, что вы видите даже снижение мышечной массы, так называемую саркопению. И вот в вебинаре в январе мы об этом подробно поговорим, что это такое, когда это бывает физиологически, как это замедлить и при каких состояниях, обменных нарушениях это бывает, и что тут тоже можно сделать, вот. Ну вот сейчас это слово запомните, потому что некоторые просто видят в окружении, в ближайшем своем таких людей. У некоторых это бывает связано с дефицитами в питании, прежде всего незаменимых аминокислот, но есть люди, которые жесткие веганы, вдруг становятся в 60 лет, естественно, такие метаболические нарушения будут быстро наступать, или при дефиците определенных микронутриентов, которые, ну, минералов, витаминов, которые необходимы для наращивания и регенерации клеток мышечной ткани, миоцитов. На следующем слайде вы видите, что есть еще другие причины снижения адаптационного потенциала, это обменные метаболические нарушения при разных заболеваниях, например, при заболеваниях щитовидной железы, когда наблюдается либо повышенная продукция гормонов щитовидной железы, это 3Т4, либо пониженная их продукция, и при повышенной продукции такие люди не могут просто потолстеть, они бы и хотели набрать мышечную массу, но им это удается с трудом, потому что вот такая, либо их физиология, это быстрый такой обмен веществ, либо это уже заболевание, которое называется гипертиреоз, но оно сопровождается другими симптомами тоже, прежде всего нужно заниматься этим и думать, какие при этом физические нагрузки, какое питание, мы чуть позже об этом поговорим. Это могут быть другие обменные нарушения, например, при сахарном диабете, это самая известная история, когда люди сначала набирают вес при сахарном диабете, а потом уже начинается снижение веса, уменьшение массы тела, мышечной массы прежде всего снижение, и вот это сортпене при сахарном диабете, тоже при далеко зашедших длительных процессах такие вещи существуют. Это может быть нарушение функций клеток печени, а вы знаете, что это наш самый большой орган детоксикации, и при тяжелой такой нагрузке токсическими веществами, общим словом, к синобиотике, могут снижаться и другие функции клеток печени, в частности, вот те, которые были обозначены на слабость с антитационным потенциалом, то есть снижается образование ферментов, антиоксидантов, системы защиты, основной системы глутатиона, они, эти ферменты, образуются в печени. И вот я вам тут показала тяжелую такую историю, когда снижение адаптационного потенциала может наступить у спортсменов или у людей, которые интенсивно занимаются физическими нагрузками, потому что они несбалансированно питаются, и я, в отличие от сайтов со спортивным питанием, об этом мы с вами поговорим чуть позже, вот показала вам, что такие метаболические нарушения могут быть при снижении поступления определенных аминокислот и при употреблении анаболических препаратов, анаболиков, так называемых, для наращивания мышечной массы их используют в спорте, особенно в тяжелой атлетике, и так называемых термогеников. Вот я на этот слайд поставила такую табличку, это химический состав одного из очень известных так называемых термогеников. И, пожалуйста, поставьте тройки в этом чате, те, кто вообще такого никогда не видел и не читал, и не знает, о чем идет речь. Есть такие люди среди присутствующих, которые не слышали о том, что люди для улучшения своего состояния, для похудания, для обретения физической и спортивной формы употребляют, вот покупая на спортивных сайтах так называемые термогеники. Если не слышали, поставьте тройки. Если слышали, ничего не ставьте. Ну, значит, вот у нас тут много очень опытных пользователей. Если в основном троек, то не появляется всего два человека. Никогда не слышали о таких веществах. Ну, значит, я думаю, что вы опытные люди и будете избегать вот такого неконтролируемого употребления веществ, которые вызывают побочные эффекты со стороны сердечно-сосудистой системы, вызывают гиперпродукцию гормонов щитовидной железы, нарушают центр терморегуляции и в подкорковых структурах мозга способствуют изменению состояния вот усвоения определенных гормоноподобных веществ и взаимодействия грелина и лептина. Об этом мы, может быть, подробнее поговорим вот на нашем январском вебинаре. Сейчас только вот обзор такой, основные такие вот причины. И, собственно говоря, люди стремятся к обретению спортивной формы, а на самом деле они просто снижают свой резерв, ресурс здоровья и вызывают у себя тяжелые необратимые обменные нарушения. Я такие ситуации видела неоднократно. И очень молодого человека, 16-летнего, которого ко мне госпитализировали, с токсическим поражением печени, у него были высокие печёночные пробы, ферменты, была желтуха, и, в общем, ему приписали вирус на гепатит, потому что просто спорткомитет не хотел признаваться в том, что этот юноша пострадал от избыточного назначения ему таких вот препаратов, о которых я вам сейчас сказала, ради достижения спортивных результатов. Просто криминальная история. Она была достаточно давно, поэтому можно рассказать об этом. Причем умолялись, чтобы реальный диагноз не был выставлен в истории болезни. Тяжелые такие нарушения бывают у тех людей, которые занимаются спортом достаточно длительное время, и уже вот к 45 годам эти изменения становятся видимыми. И поэтому давайте мы с вами вот ещё о чём поговорим, что в процессе спортивных тренировок, каких-то нагрузок физических, что целесообразно применять. Поставьте, пожалуйста, в этом чате четвёрки, а мы на следующем слайде увидим, что есть такой метод, который называется биоимпедансиметрия. Поставьте, пожалуйста, четвёрки, если вы слышали об этом методе, если в вашем фитнес-центре, если в спортивном центре, куда вы ходите, вам как дополнительную услугу за отдельную такую плату умеренную, говорили, что вы можете в течение вашего тренировочного процесса заниматься вот измерением состояния вашей мышечной массы, количество жидкости в организме, соединительной ткани и так далее. Есть такие люди, замечательно, что такие люди есть, которые вот с этим методом знакомы. Аппараты для биоимпедансиметрии, она была разработана вовсе, ну, не для того, чтобы спортивные тренеры этим занимались, а для других целей, вот как вы в определении видите, да, для медицинских целей. И если, соответственно, такие вот измерения производятся, можно это делать более такими качественными, профессиональными аппаратами, и на следующем слайде вы увидите, и как это выглядит. Вот этот аппарат, это вовсе не в положении стоя производится, а в положении лёжа на кушетке. И обычный человек специальный, да, вот он гораздо большее количество показателей вычисляет, и мы с вами, наверное, в январе немножко подробнее поговорим о том, как тракотовать эти показатели, если вы до тех пор сумеете где-то такой метод, ну, для себя найти и поинтересоваться. В принципе, ну, вот я нашла у нас в Санкт-Петербурге, за 600 рублей можно в таких серьёзных фитнес-центрах, в сети фитнес-центров сделать такое исследование, и иметь, что называется, базовые свои какие-то данные. Замечательно. Ну, давайте вот теперь о чём поговорим, что, в принципе, вы можете даже дистанционно, и это вы увидите на следующем слайде, вы можете даже дистанционно оценить состояние питания человека, состояние его адаптивных возможностей, и многие из нас в течение ряда лет пользовались вот этим замечательным сайтом, потому что такая программа была запущена сотрудничеством Всемирной Организации Здравоохранения, Института Питания РАМ, который теперь называется Федеральный исследовательский центр РАМ, и компанией Вижн. И вот этот сайт, visionsvite.net, позволяет даже дистанционно, в течение 20-30 минут, в зависимости от той скорости, с какой человек нажимает на кнопочки, оценить состояние вот его питания, и посмотреть, что в его рационе в избытке, что в его рационе в недостатке, и вот такие исследования, они помогают нам даже дистанционно с людьми взаимодействовать и давать рекомендации им. Поставьте, пожалуйста, в чате пятёрки, те, кто такими тоже методиками пользовался. Уже побольше людей, уже побольше. Это радует, что вы такими методиками пользуетесь. Вот я ровно вчера заходила на сайт visionsvite.net, там всё функционирует, и можно продолжать дистанционно оценивать состояние пищевого статуса. Что касается показателей основного обмена и так далее, мы об этом поговорим на вебинаре, который будет в январе, и вы такие расчёты для себя тоже сможете провести, если более серьёзно будете заниматься такой вот физической своей подготовкой. И я вам хочу сказать, что, в принципе, давайте посмотрим на следующий слайд, потому что основные позиции такие вот я отразила. Если есть здесь новые люди, то вы вместе с человеком, который вас пригласил, то есть с вашим наставником, во-первых, должны поставить задачу, что вы хотите в плане своей физической активности. Вы просто хотите увеличить массу тела. Я знаю таких людей среди присутствующих. Была такая задача, и она выполнена успешно, и вы услышите этого человека. Я думаю, на нашем январском вебинаре в Каннику буду раскрывать тайну, кто так преуспел за несколько сезонов visionfit. Или вы хотите уменьшить массу тела, и прежде всего за счёт жировой ткани, да, или вы хотите нарастить мышечную массу, или вы хотите просто поддерживать форму, или вы хотите какие-то упражнения, которые позволят вам не иметь тяжёлых метаболических вот обменных нарушений со стороны, например, опорно-двигательного аппарата или сосудистой системы. И, соответственно, вы должны будете оценивать эти показатели. Вот всё, о чём говорилось ранее, появляет особенности вашего обмена веществ в организме. И, исходя из этого, вы должны определить, как вы будете питаться, то есть какое у вас будет в питании соотношение белков, жиров и углеводов, и необходимое количество микро-нутриентов для того, чтобы обменные процессы у вас происходили адекватные, для того, чтобы вы наиболее безболезненно, спокойно могли выполнить задачи, которые поставили. Что же из общих таких рекомендаций хочется сказать? Что, естественно, вы обращаете внимание, когда покупаете себе еду на то, где вы её покупаете, насколько она качественная, насколько она сертифицированная, соответствует ГОСТам, а не до сих пор есть на территории России, Беларуси, например, или это просто какие-то технические условия выполнены, да, то это гарантия того, что это бензансированное питание, в отличие от ГОСТовской пищи. Далее, вы обязательно обращайте внимание на то, не употребляете ли вы скрытых углеводов, потому что во все кондитерские изделия, в колбасы и так далее, добавляются углеводы, и это будет скрытое употребление углеводов. Ну, собственно говоря, на сайте vision.sv.net все это вы выясните, и так понимать, чего вам дальше не стоит покупать. Далее, обязательно рекомендую при этом апробированные в течение 22 лет, сертифицированные Минздравами тех стран, присутствия, в которых присутствует продукция, дистимутируемая холдингом Vision, а конкретно производимая концерном Arcofarm и другими известными производителями по стандартам GMP, по европейскому стандарту GMP. И если вы будете все-таки сбалансированно питаться, нутрициологическую программу вам поможет ваш наставник составить, то в случае необходимости достаточно большого количества аминокислот, я вам рекомендую наш новый хит, тот, который мы на днях должны получить в руки, все люди, вас пригласившие, это коктейли аминокислотные, коктейли папарацци. Естественно, для того, чтобы процесс тренировочный происходил наиболее эффективно, я уже тут вам говорила о том, что ферменты системы детоксикации, системы глутатиона должны быть задействованы, для этого у нас есть прекрасные продукты, которые помогают этим ферментам восстанавливаться, это кардиодрайв, незаменимый в тренировках, это ревлонг, это гранатин-Ку-10, это антиокси, вы их видите на данном слайде. Обязательно нужно поддерживать состояние эндокринных органов, это из классической продукции, силформы, хромовитал и диагардана, которые представлены на слайде. Если это какие-то возрастные изменения и обменные нарушения опорно-двигательного аппарата, у нас есть прекрасные продукты с гликозами, гликанами и инжиуэнти, на предыдущем вебинаре мы уже немножко обсуждали его, госта-осаном, который вот-вот тоже должен быть, и продукты из мужского либо женского комплекса, если это какие-то возрастные изменения или какие-то эндокринные изменения, связанные с нарушением обмена женских и мужских половых гормонов, тогда это уже совместно со специалистами, гинекологами, эндокринологами этот вопрос можно обсуждать и с человеком тоже, такие трехсторонние взаимодействия будут. Ну вот, собственно говоря, очень конспективно, очень быстро я вам сказала о том, что можно сделать. Подробнее мы, естественно, будем обсуждать в январе, потому что нужно сначала знать, с чем вы работаете, что у вас есть для того, чтобы поработать, и не просто это была бы какая-то теория. И на следующем слайде вы увидите замечательных людей, это люди разных возрастов, начавшие заниматься своим здоровьем в разных возрастах. Среди этих людей вот замечательная спортивная пара Дмитрия и Татьяна Голдина, человек, который занимается нутрициологией долго и активно, и награжден государственной наградой за личный вклад в выздоровление подрастающего поколения, это Тамара Васильевна Пшенникова, это человек, который очень активно продвигает здоровый образ жизни в своем регионе, и не только в интернете. Это Сергей Дубовцев, вот там он внизу с известным фитнес-тренером, с конечной фотографией есть, из личного архива Сергея фотографии. Есть люди, которые со мной занимаются здоровым образом жизни, вот замечательная у меня фитнес-тренер Лена Любоневич, вот, и вдохновляет людей такими красивыми фотографиями на фоне заката, и красивого лесного озера, где приятнее заниматься фитнесом, там больше кислорода и эфирных масел. Вот, это Евгения Кожина, вот рядом со своей дочью, дочь выросла на продукции компании «Вижена Мама», практически не изменилась в 43 года, вот как вы видите. Поэтому есть такие люди, для которых здоровый образ жизни – это марафон, это их жизнь, да, и welcome, присоединяйтесь. Спасибо. Спасибо.